Девочки, ну что, всем привет! У нас сегодня с вами будет, как всегда, долгожданный анпакинг. И вы не поверите, когда я собирала сейчас вещи все из шкафа и распаковывала посылки, я поняла, что у нас сейчас с вами будет обзор, где практически все бренды будут российские. Не ожидала, конечно, что когда-нибудь будет такое, но я очень рада, что российские бренды настолько качественно стали делать вещи, что их хочется покупать. Именно хочется. Я тоже, кстати, вместе с вами узнаю новые российские бренды, потому что я всегда в поиске, я всегда делаю подборки в Телеграм, мне нужно всегда искать что-то новенькое, красивое, качественное. Вот, я веду соцсети касательно моды, поэтому мне от этого не убежать. Я хочу вас знакомить тоже со всеми брендами, с которыми знакома я и которые я хочу покупать и носить. Вот так. Ну, вообще, в этом анпакинге все-таки есть пару-тройку брендов нероссийских, но это неизбежно пока что. И первый российский бренд, с которым я хочу вас познакомить, это бренд Inspire. На самом деле, он на слуху у меня был всегда, но я никогда его не изучала и, по-моему, ничего не покупала. Ну, собственно, как и в других российских брендах, и только начиная, понимаете, мне нужно втянуться. Поэтому сейчас я вам покажу свои обновочки красивые. У нас сейчас осень, и осень такая теплая, что пальто мы еще никто и не доставал. Поэтому я только сейчас начала закупаться пальто и, в принципе, думаю, что и зимой, может быть, буду в них ходить. Потому что я еще смотрю сюда на составы. Составы это очень важно, самое главное, что в составе была шерсть, какой-то согревающий натуральный материал. Девочки, первый лот – это вот это невероятное пальто в шоколадном цвете, прямого кроя, база невозможная. Его можно носить на все, что угодно, абсолютно. От платьев с колготками до джинс, до спортивных штанов и костюмов, и вообще всего, что есть в вашем гардеробе. И про состав. Что я вам говорила про состав? 60% шерсти. Оно очень теплое будет. Мне кажется, в нем можно ходить в начале зимы еще 100%, да даже и зимой. Но я вот не мерзляк, вы знаете, я вам это сто раз говорила. Поэтому, мне кажется, я могу и в самый холодный день, на какое-то торжество в нем точно выйти. Просто невозможно. Красивая база – это любовь. И это, девочки, российский бренд. Российский прекрасный бренд Inspire. Мне кажется, что вы многие о нем знаете, на самом деле, потому что я точно знала. Я вот, я знала. Очень красивое пальто. И, кстати, этот бренд, вот здесь вот написано, бренд From Lake Baikal. Вы представляете, делают на Байкале. Так здорово вообще. Длина у него для меня идеальная. Вы знаете, как я придирчиваю к длине пальто. Вот. Это просто супер подходит. Чем пальто длиннее, тем оно выглядит дороже. И плюс фурнитура, конечно же. Как мы без нее? Моя самая любимая – это как раз две пуговицы на одной стороне. Потому что я не люблю много пуговиц. И они, соответственно, в том монохром. Просто супер. Хотела такую серую юбку. И она, конечно, тоже у нас база. Такого брючного кроя подойдет вообще к любому образу. Можно и в офисы носить. И на улице гулять. И, я не знаю, вот для меня такой идеальный, наверное, прям будет с ней образ летний. Это со сланцами моими любимыми, конечно же. А вот осенью, скорее всего, с какими-то мягенькими угами. Или биркинштоками, тапочками, с носочками. Мне кажется, это просто шикарно. И я, конечно, кстати, мне надо купить вот биркинштоки, какие-то такие тапочки, за что у меня нет. У меня только уги, уги, уги. Надо подумать, что с обувью сделать. Вот. Значит, взяла... А, кстати, пальто я забыла вам сказать. Взяла в размере М. Юбочку взяла в размере С. Вот. У нее очень хороший крой. Очень мягкая ткань. Такая полосочка, да, ненавязчивая, очень аккуратная. Вот. Взяла как образ, естественно, буду вам сейчас примерять. Как и что. Сзади такой разрез. И юбочка, кстати, миди. Я специально взяла на осень не макси, потому что, вы знаете, на улице слягает грязь, да, там дожди когда. И чтобы она не пачкалась, я лучше поддену красивый носочек, чтобы не было холодно. И вот, буду ходить. Я точно помню, что в составе была вискоза. Вот. Это, конечно же, очень хорошо. Обожаю. И я взяла, далеко не уходя, белую футболку. Значит, футболок много не бывает. Вы сами прекрасно знаете, белые футболки нужно как можно чаще менять. Потому что они становятся какие-то серые. Она тоже прямого кроя. Она не очень длинная. Я специально такую взяла, чтобы было комфортно поддевать, например, под цветшоты. У меня просто все футболки достаточно оверсайз. И они сильно прям, вот настолько сильно, наверное, торчат из-под кофт. А это прям идеально по длине, идеально по крою. То есть, она не облегает. Ну, такая, в общем, хорошая футболочка. Очень мне нравится. Качество, конечно, супер выполнено. Здесь в составе хлопок и эластан. Она тянется немного. Вы представляете, как можно этот образ сочетать? Шоколадное пальто. База. Футболка белая. База. И юбка серая прямого кроя. База. И получится из этой базы очень красивый лук. Да. Только перкид штоков не хватает. Футболочку я взяла в размере S. Девочки, бренд Inspire дарит моим подписчикам промокод. ВТ-15. На скидку 15% онлайн и оффлайн. Так что, закупайтесь покупочками. Мне кажется, это супер приятный бонус. Я, конечно же, тоже им воспользуюсь. Мне можно? Ну, а что? Я все. Я пошла, как всегда. Я всеми промокодами пользуюсь. В общем, воспользуются прекрасной возможностью. И, кстати, промокод распространяется на все вещи. На все. Значит, став лайки мне, комментарии, пожалуйста. Подписочки на мой YouTube канал, чтобы я вам чаще могла выбивать вот такие классные промокоды. Девочки, не забываем, что все ссылочки я оставляю под видео, в описании. Промокод я тоже туда напишу, чтобы вы ничего не потеряли. Вот, заходите, смотрите, что вам понравилось. Девочки, ну что, это один из моих фаворитов-фаворитов, покупочных моих фаворитов. Я не могу. Я теперь в этой толстовке хожу. Мне уже за нее страшно. Мне кажется, я ей скоро испачкаю. Она у меня скоро будет в дырках. И вообще я не хочу ее стирать. Ну, конечно, она чистая все еще пока. Но мне кажется, скоро она уже станет нечистая. Ну, действительно, это просто покупка лучшая из толстовок, которые у меня когда-либо были. Ну, я вам покажу сегодня еще одну классную толстовку, которая у меня, кстати, наравне с этой. Реально, практически наравне. Это, конечно же, российский бренд Планта Росса. Ну, я думаю, что тут тоже без комментариев. И я думаю, что этот бренд вы тоже точно должны знать. Это безумно красивый небесный цвет. Этот такой, знаете, голубо-серый оттенок. Я ее когда увидела на сайте, когда делала подборки в Телеграм, я поняла, все, вот она, вот она моя Планта. Потому что я долго себе пыталась подобрать кофту. И, ну, как-то не мое было. Я все что-то... Я хотела вау эффекта, вау себе лично, чтобы вот я прям влюбилась. Не хотела покупать прям дорогую толстовку, которая мне, ну, красиво, ну, нравится. А хотелось именно купить, которая вау. Вот она. Вот она. Просто чудо. И здесь так вышло, красиво еще написано Планта. Так, ну, единственное, что... Она с капюшоном, очень объемная. Единственное, что я, конечно же, лоханулась. И пока я восторгалась на сайте, что она появилась, все размеры раскупили. И мне достался размер М. Ну, это облом, честно. Потому что они достаточно большие. И лучше их покупать, конечно, XS или S. Вот, но я взяла М, ну, не критичная, но она объемная, да. Но мне нравится, как бы, я такая думаю, все хорошо. Я думала, она вообще мне будет огромнейшая просто. Я там звонила в магазин, узнавала, мне сказали, все, что есть в наличии в магазине, отображается на сайте. Я думаю, блин. Потом я прихожу в магазин, спустя, там, 4-5 дней, может быть. И там висит S, я думаю, интересно, конечно. Вот, но она просто суперская, очень качественная, тканью плотная. Ну, что сказать, ну, да, эти толстовки стоят столько, но можно было бы чуть дешевле. Но это, как бы, уже бренд, это уже лицо, поэтому, поэтому 20 тысяч рублей. Даже с чем-то, по-моему, я вот не помню. Ну, хотелось бы подешевле, конечно. Но это невероятно классная толстовка. Я вообще влюблена, и надеюсь, она мне прослужит ровно столько же, сколько она стоит. Вот я бы так сказала. Дальше, девочки, ну, это просто, ну, это просто тоже пальто. Видите, вот я уже так нормально закупаюсь на осень. Но это восторг, я не могу. Это любовь. Вот запрещенные соцсети, мои посты в луке с вот этим жакетом собрали, наверное, за всю историю, мои запрещенные соцсети, самое большое количество лайков и комментариев. Вот честно. Разве что мой пост с моим днём рождения набрал чуть-чуть побольше. В общем, это просто любовь, это бренд Studio 29. И вы знаете, что я его люблю, потому что с ним я начала знакомство своё, ну, уже летом. Вот летом я там покупала брючки. А, каким летом у меня же пальто из Studio 29 было ещё, ему уже пару лет, которые я хочу продать в пол длинное, прямого кроя, потому что оно чёрного цвета. Ну, потому что я не ношу чёрный цвет. Вот. Тогда ещё я покупала их вещи. Ну, вот активно начала прям за брендом следить вот с этого лета. Потому что штанишки мои, вот эти вот пижамные синие-белую полосочку и вот это. Ну, это просто. Я обожаю. Значит, я взяла размер S, но сразу хочу сказать, что он достаточно оверсайз. Мне бы было бы лучше XS. Но, к сожалению, его не было в наличии. И что у нас тут? Тоже. Состав, основа, 50% шерсти и 50% не написано ничего. Не знаю. Ну, вот. В общем, это, конечно же, серый цвет. Серый мой любимейший, который подходит подо всё. Я обожаю серые монохромные образы. Сидит просто шикарно. Я не знаю, что ещё сказать. Это вообще моя любовь. Любовь. Вот стоимость я вам не говорю, потому что я ничего не помню, что сколько стоит. Здесь не написано. Вот на этикетках, на некоторых, не написано цены. Помню, например, насколько план это стоит, потому что это было достаточно дорого для кофточки. Вот. А это всё-таки верхняя одежда. Мне кажется, он стоил где-то 18. Что-то такое. Значит, следующий у нас идёт лайм. Покупочки из лайма. Значит, я купила варежки. Я очень люблю варежки. У меня есть бежевые, серые. И вот беленьких как раз не было. Я их очень хотела. Ещё думаю купить митинги. Это вот, знаете, как варежки, только с отрубленными пальцами. Вот. Классные. У меня в детстве такие были, но я почему-то в них не ходила. Не понимала тогда, что это такое. Значит, они из махера. Стоимость, опять же, не вспомню, потому что здесь не написано. Так как это был онлайн-заказ, ну, примерно они стоили 1700, может быть, рублей или 1200. Ну, давайте вот так. 1200 плюс. Как-то такая цена была. Вот. Ну, и классные. Я, конечно, вы скажете, что я совсем куку, но я уже жду, не дождусь, когда их можно будет отделиться. Красотолик. Дальше, конечно же, купила капор. Как же без него? Я полюбила эти шапочки еще в том году, потому что я купила себе шапку с ушками кошачьими. Очень были популярны, но я думаю, что в этом году их тоже будут носить и в следующем. Потому что они тоже очень теплые, комфортные. Можно было, они вот тут вот с верёчками, можно было завязать. И как только я поняла фишку вот этих завязанных шапок, я теперь другие носить не хочу. Потому что в ушки вообще ничего не дует. Это так удобно и так тепло. И еще вообще-то стильно и модно. Я вам прикреплю видео или фотку, как это выглядит в этой шапочке, в этом чепчике. Мне безумно нравится. Восторг. Тоже цена 1200+. Возможно, больше. 1700 может быть. Вот я вообще-то все эти вещи, все свои покупки я выкладываю в Телеграм. И пишу всегда мои покупки. Хэштег. Так что вы можете просто нажать на этот хэштег, и вам все посты будут выделены именно вот со ссылочками на все эти мои вещи. Дальше я вам снимала уже в нескольких влогах, шоппинг-влогах. Вот этот лонгслив. Вот он очень мне нравится. Это любовь. Он тоненький, невесомый. На коже вообще не ощущается. Очень приятный. Мне понравился этот большой вырез. Как-то, знаете, очень утонченно это смотрится на груди. Супер просто. Я вообще очень люблю последние пару лет, наверное, вещи, которые очень тоненькие, прозрачные. Кстати, мне кажется, я это говорила уже вот в шоппинг-влоге предыдущем. Ну да. Обожаю просто. Мне кажется, такие вещи выглядят очень дорого. Здесь тоже какой-то хороший состав. Что конкретно в него входит, я не помню. Стоил, по-моему, этот лонгслив 4 тысячи. 3-4 тысячи рублей. Вот. Я все же купила толстовку. Помните, я покупала такой анорек только синий? А теперь я купила вот серый. Ну, он, знаете, опять же непонятно какой. Коричневый серый. Я не понимаю, что это за цвет. Либо у меня... А, глаза троят. Я не знаю что. Мне кажется, что это серо-коричневый цвет, в общем-то. Очень мне уж понравился этот анорек синий. Я вот в нем ходила, вообще не вылезала из него и поняла, что он мне нужен серый. Обязательно. И вот. Мне повезло. Я урвала последний в магазине. Его не могла найти нигде. В размере, кстати, XS. Ну, он сидит в целом как и S. Синий у меня был в размере S. То есть, я ничего не потеряла, но приобрела зато классную вторую кофточку. Сидит очень круто. Оверсайз. Объемная. Я вот обожаю только такие. И материал достаточно плотный. Стоила, по-моему, 4 500-4 600. Вот такая цена. А еще я вам забыла сказать, да, лонгсливчик вот этот у меня в размере S. Так, ну, девочки, вот это я не могу держать. Это очень тяжело. Но, кстати, вот пальто тяжелое. Я вам говорю все время про то, что не стоит покупать тяжелое пальто. В нем будет ходить тяжело. Пусть будет тавтология. И вот это реально тяжелое пальто. Но я не смогла его не купить, потому что оно очень красивое. Это пипец. Это чукс. Чукс. Я так хотела. Дайте я его положу на себя. Я так хотела это пальто. Я вообще хотела, в принципе, пальто из чукса. И хотела серого цвета. Потому что у меня есть нежно-розовый серый оттенок. Есть темно-синяя. Есть черная. Есть вот шоколадная теперь из Inspire. Так, а синий у меня из H&M. Какие-то какие-то. А, ну вот розовая из 12 Storm. Черная из Studio 29. Возможно, еще какой-то есть. Не помню. И теперь из чукса. Я вот, ну, верхнюю одежду люблю, конечно, покупать прям хорошую. Если это пальто, например, то лучше я куплю в хорошем бренде, чтобы это пальто, я не знаю. Было теплое, тоже качественное. Тоже пройдемся по составу. Потому что вот мы знакомимся с вами с российскими брендами. И нам нужно знать составы. Если тут, конечно, и написано. Это ужас. Так, обожаю чукс. Я не могу. Это для меня вообще один из самых любимых магазинов. Я жду, когда я уже смогу там покупать все. Вот. Особенно хочу. Особенно хочу замшевый жакет розовый и горчичный. Пипец. Я не могу больше. Так, это пальто стоило 23 980 рублей. Я его купила на сейле. Потому что иначе я бы его, наверное, не купила. Я не помню, сколько оно ни на сейле стоило. 40-60. Вот какая-то такая цена была. А вот, нет, есть состав. 45% шерсть, 40% полиэстер, 5% альпака и 10% махер. Я прочитала на сейле, что это пальто можно носить до минус 10. Это вообще отлично. Это просто шикарно. Я считаю. То есть оно как два в одном у меня на холодную осень. Хотя, если надеть, может быть, футболку под него, можно, не знаю, уже скоро, вот сейчас будет прохладнее. Наверное, уже можно будет ходить. И зимой. Вот. Это шикарно. Еще у него такой подклад нежный. Я не знаю, что это. Вот, взяла единственное, что в размере L. Оно огромное. Оно огромный шкаф. Но я люблю такое. L взяла, потому что не было больше никакого. Все раскупили. Но это вообще... Вы знаете, что серый мой любимый цвет. И, кстати, здесь пуговицы внутренние, видите? Если его застегивать, их будет вообще не... Я не знаю, вы видите, нет? Сейчас. Подождите. Если его застегивать, пуговицы не видно. Это вообще для меня идеал. Как это возможно? Вот. Очень красивый воротник. Я не знаю, но... Это любовь. Я надеюсь, что я не сойду с ума в нем от тяжести. Я не знаю, как его держать. И длина у него хорошая. Но, знаете, тоже есть такой моментик, что хотелось бы чуть-чуть подлиннее. Мне уже, когда я уже свой бренд одежды открою, вот, чтобы делать вот идеально, как я для себя это вижу. Я буду одеваться только в свою одежду. Ну, как я думаю. Ну, вот Vivo Lavica, да, Chay Chux, она так и делает. Ну, еще покупает, конечно, крутые другие бренды, но тоже постоянно носит свою одежду. Я вообще тоже мечтаю много-много лет открыть свой бренд и носить свою одежду. Вот. Так, далее. Пойдемте относить этот мешок. Вот, можете посмотреть. Да. Я не знаю, видно тут, нет? Не знаю. Все, пошел. Девочки, еще, конечно, смеюсь, что... Если вот так быстренько прокрутить мое видео, то там будет мелькать, наверное, в основном серый цвет. Мне практически... Я просто, мне вещи вот здесь передо мной лежат. Все серое. Как это вообще возможно? Одна голубо-серая, причем толстовка из планты. И, значит, футболка белая. И пальто из Inspire шоколадное. Как вам такое вообще? Может, я что-то еще не вижу, и там было что-то цветное? Потому что дальше у нас тоже идет серый. Это ужас. Девочки, это просто кошмар. Я не знаю, что сказать, но я... Для меня вот самый любимый цвет – это серый. Я его беру за основу в образе и добавляю потом просто другие цвета. Наверное... Наверное, я по-другому не хочу. Люблю все. Белый и серый цвет. Падиганчики вот эти я заказала вот в таком сером цвете и заказала на ламоде в молочном, чтобы миксовать друг на дружку, как и лонгсливы. Застегивайте в разном порядке. Вот это, например, на эти пуговки, на три, если его внутрь одевать. Сверху одевать молочный, застегивать только на одну, чтобы он торчал из-под другого. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Моя любимая многослойность – это бенетон. Китс. Китс, девочки. Китс. Я вот так и знала. Везде просто кардиганы какие-то длинные и какие-то очень тонкие, висят. Мне не нравятся такие. Я хотела вот коротенький. Ну, то есть он идет прям по моему телу. Вот как мне нужно. И мне нужно было, ну, как бы плотненький, не тонкий материал. А тут вообще, вы же знаете, в бенетоне шерсть все время в составах. Стоимость, значит, в магазине этого кардигана 4,300. У меня было 500 каких-то бонусов, поэтому я купила за 3,700, что мне очень повезло. А на Ламоде просто серый закончился, а молочный все размеры есть. Поэтому я на Ламоде заказала вообще за 3,200. Там еще дешевле. Ну, с моей скидкой, по крайней мере. У меня 25% скидка на Ламоде. Вот. Без всяких скидок он стоит 4,300. Это детский. Я взяла размер на 11-12 лет на 160 сантиметров рост. И 2XL. Но там еще есть больше. Там есть 3XL и, по-моему, на рост 1,68. Вот. Короче, супер. Я довольна. Единственное, что здесь есть, как бы, лейбл бенетона из стразика. Ну, и ничего страшного. Либо я их оставлю, либо, если можно будет, оторвать. Можно оторвать, кстати, наверное. Мне кажется, кстати, можно реально. Кажется, можно. Ну, ладно. Потом. Вот. Очень вам советую, потому что лучше нигде не нашла. Я же себе искала. Лучше вот нигде не нашла. Плотненький. И он, главное, ну, как бы, опять же, не висит, а стоит. Вот. Смотрите на эту малышку прекрасную. Это просто. Я не знаю, это что за милость. Вот сюда можно продеть розовый шнурок, например. Или там, любого другого цвета. Почему розовый? Потому что вот туда вот эти вот держалочки. Они розового цвета. Такие прекрасные. Кстати, на них сердечки маленькие, белые. Сумочки из жемчуга. Это ручная работа. Делает эти сумочки. Прекрасная девушка Анастасия. Вообще очень качественная. Я, когда эту сумку получила, сумку, говорю уже как сумка. Ну, это реально классный аксессуар. Я, когда эту сумку получила, ее обалдела. Я достаю. Она такая увесистая. Ручка вообще не гнется. Хоть как не сжимай. Она такая плотная. То есть, я не знаю, в нее, конечно же, можно что-то положить. Спокойно. Значит так. Я ее уже носила. Ее можно носить на поясе, на джинсах. Через ремешок. От нее есть еще железный ремешочек. Сюда прикреплю фоточки. Очень мне понравилось. Я носила на леггинсы. Я хочу носить на джинсах. Я в восторге. Есть еще куча других сумочек. Есть большие размеры. Это, по-моему, самый маленький я взяла. Самый малыш. Вот. Есть еще другие расцветки. В общем, куча всего. Бренд называется Miu Bax. Ссылочки, конечно же, прикрепляю под видео. Вот такая вот прекрасная малышка. В общем, восторг. Очень красивая сумочка. Я не могу. Miu Miu. Miu Bax. Реально. Просто прекрасная. Вот она мне тут все видео вообще-то стоит, если вы не заметили. Это вот штанишки из Манго. Это первая, по-моему, моя вещь из этого магазина в размере M. Ну что, я просто... Штаны спортивные не лишние. Они реально хорошо сели и красиво выглядят. Вот. Мне понравилась у них в первую очередь резинка. Она выглядит как в рыбике. Мои любимые спортивные штаны из рыбок. И вот они реально выглядят так же. И в целом, как бы, будто бы сидят так же. И штанина объемная. Я люблю объемные штанины. Ну, советую. Я их вообще купила за 2 200, за 2 300. Такая какая-то цена была. Обалдела. Ну, очень дешево и реально. Штаны никогда не лишние. Я вообще часто спортивные ношу. Плюс у них флис. Ну, они нежные, мягкие. И вообще, вот, еще раз повторюсь. По ощущению, такое ощущение, как будто я трогаю рыбаковские свои штаны. Это странно. Потому что рыбаковские штаны стоили тысяч... Ну, семь. Не помню. Я их в том году покупала. Но я их, правда, по скидке купила. Наверное, за 3-4 тысячи. Вот. Ну, в общем, кстати, реально советую. Вот такие вот штанишечки серые. Серый цвет тоже хороший. Вот. Я у них ходила уже. Ну, что. Все. Девочки, как-то быстро. Это самый быстрый анпакинг за последнее время. Ну, это потому, что я перестаю покупать вообще какие-либо вещи. Хватит. Достаточно. Я купила, значит, действительно все, что мне нужно. Зимние вещи у меня есть. Пуховики есть. Аксессуары. Ну, что, митинги купить? Шарфы есть. А, нет, серый шарф у меня тоже есть. Что? Ну, в общем-то. Я надеюсь, больше я ничего красивого не найду, чтобы это не купить. А, девочки, ну что? А это не все. Я забыла. А вот же, как же. Кроссовки Асикс. Блин, я так хотела их. Очень мне нравятся. Безумно красивые. Такие винтажные, мне показалось. У них молочные какие-то. Молочные шнурочки. Сеточка тоже молочная. Серебряный цвет. И такой грязный синий присутствует. Как бы пастельных оттенков. Очень мне нравится. Я вообще... Теперь не хожу, не снимаю вообще, короче. Вот, заказала на Ламоде. Прикиньте. Ссылочки в моем ТГ. Как всегда. Ну вот, мне повезло. Я их случайно, в общем, увидела, случайно нашла. Там были последние размеры. Мой был последний. Был 41. Но я когда выкладывала, я сказала девчонкам, чтобы не колокольчики поставили. Вот, кто-то поставил, и они сказали, что появлялись кроссовки в наличии, и кто-то их уже успел даже купить. Цена с моей скидкой была 12, по-моему, тысяч, не больше. Ну, 12. Вы представляете, а изначально их цена 16. Какая огромная разница. Блин. Я их сразу же взяла, не думая просто. Они очень красивые, куда все подходят. Люблю. Девочки, подписывайтесь на все мои соцсети. Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Telegram, на запрещенную соцсеть. У меня везде, кстати, разный контент. И везде он полезный. Например, в запрещенной соцсети, я когда хожу по магазинам, я выкладываю там сразу луки красивые составленные. А в Telegram всегда все ссылочки на все покупки и подборки. На то, что я снимаю сюда. Сюда. Сюда, я сказала. Сюда. Вот. И, соответственно, на YouTube самые обширные обзоры влогов. Вот. Пишите комментарии, что вам нравится, что не нравится. Хочу придумать какие-то другие рубрики. Интересные. Может быть, помимо анпакинга, блин, не знаю что. На самом деле, мыслей и идей много, но не все они как будто бы выполнимы. А еще мне нужен видеооператор, чтобы я все время была в кадре, чтобы я по магазинам ходила, и меня кто-то снимал со стороны. Я уже очень давно это хочу, но я понимаю, что видеооператору нужно платить денежку. Ну, не будет же со мной бесплатный человек, простите, с утра до вечера ходить по ТЦ и снимать меня. Хотя это раз в неделю нужно, но все же. Я хочу начать зарабатывать на зарплату видеооператору. Поэтому ссылочку я тоже прикреплю вниз, вот, чтобы кто хочет мог скидывать донатики мне в бусте. Вот так рассказала вам, но иначе я не знаю как. А как еще мне зарплату платить? Вот. Хочу, короче, быть в кадре. Так мне кажется намного круче смотреть видео, потому что обычно я просто хожу с телефоном, и вы видите чисто только вещи. Я не могу их взять с вешалки, вот так про нее рассказать сразу же, повесить обратно. Это, конечно, грустно немножко. Только в примерочном не видите. Так, девочки, ну что, я вас целую, обнимаю. Не забывайте воспользоваться промокодом из INSPIRE. Вы представляете? Это же, это же огромная скидка, реально. Я не знаю, я сейчас, если вижу скидку, конечно же, ей воспользуюсь сразу. Вот. Не забывайте подписываться. Я вас обнимаю. До следующего влога. Пока-пока.